Хей, друзья мои, всем привет! У меня для вас есть просто мега шикарные новости. Начиная с сегодняшнего дня и до 26 августа, вы можете бесплатно поиграть в демо-версию игры Инзой. Демо-версию вы можете скачать в Стиме, она весит примерно 20 гигабайт. В этой версии вам доступно создание персонажей. Также вы можете своего персонажа залить в канвас и скачать персонажей из канваса и, допустим, как-то их переработать под себя. И я вам сразу же сейчас покажу свою страничку. Как вы видите, она у меня с галочкой. Я пока что туда добавила только двух вот таких вот милых персонажей. Вы можете перейти к персонажу, скачать его и, например, как-то под себя переделать. Ну а пока что давайте глянем, все ли функции нам доступны в этой демо-версии. Сейчас у меня скачана именно демо-версия, я сейчас играю не в версию раннего доступа. И я думаю, что мы с вами сейчас попробуем создать двух персонажей. Я их добавлю в канвас, а вы их можете потом переделать. Предлагаю начать с женского персонажа. Если вы впервые видите эту игру и не знаете, как здесь создавать персонажей, то я вам сейчас все объясню. Вы можете начать с персонажа, которого вам предлагает игра, а можете перейти вот сюда. И здесь у нас есть несколько десятков готовых персонажей. Вы можете выбрать, например, вот этого. Можете выбрать вот этого персонажа или же вот этого. И потом с ним поработать. Предлагаю выбрать, может быть... Может быть... Давайте, может быть, возьмем вот эту вот милую барышню. Предлагаю для начала убрать головной убор, чтобы нам с вами было удобней. Затем мы с вами переходим в лица и опять-таки здесь у нас тоже есть готовые варианты, но я думаю, что мы с вами остановимся на вот этой вот барышне Далее мы с вами переходим в волосы, можно сразу же выбрать прическу, но я думаю, что с прической мы с вами поработаем попозже, кстати, смотрите, какая симпатичная прическа И теперь мы можем с вами поработать с чертами лица нашей барышни Значит, здесь, как вы видите, есть очень много различных настроек И что мне очень нравится в этой игре, здесь у нас есть пункт, мы с вами можем убрать симметрию, то есть если вы хотите вот эту бровь приподнять, а эту опустить, то в этой игре это все делается очень легко. Также вы можете один глаз направить сюда, этот глаз направить сюда, можно повыше, и как вы видите, у нас получается такой вот очень необычный персонаж. В этой игре нельзя отдельно выбрать глаза, но с губы вы сначала выбираете персонажа, и затем все можете под себя настроить. Здесь можно выбрать цвет глаз, предлагаю, может быть, взять вот такие вот зеленые глаза, также вы можете поменять брови, вы можете поменять их форму, вы можете поменять их толщину, и также вы можете выбрать ресницы. У нас есть пять вариантов, предлагаю, например, выбрать вот такой вот вариант. Также вы можете, конечно же, выбрать мейкап, и здесь у нас есть хайлайтер, есть румяшки, есть тени, есть айлайнер и есть помада. Но, кстати, помада, на мой взгляд, не только меняет, грубо говоря, цвет губ, но и, мне кажется, как-то немного изменяет форму губ. Вам так не кажется? Конечно, очень удобен детальный режим изменения персонажа. Тут также можно отключить симметрию, и, например, вот этот уголок вы можете приподнять, этот можете опустить. Ну и, например, одну ноздрю вы можете сделать побольше, а другую поменьше. То есть, как вы видите, настроек здесь действительно очень и очень много. У вашего персонажа также можно настроить кожу. И вы можете выбрать один из шести вариантов, но, как вы понимаете, помимо того, что вы выбираете вот эти вот варианты, здесь у нас есть еще огромное количество цветовых решений. А если вас не устраивают готовые варианты, то вы можете поиграться вот здесь. Например, можно сделать персонажа с ярко-салатовой кожей. Для сегодняшней героини я решила выбрать вот такой вот очень красивый смоки-айз и темные губы. Теперь давайте подберем волосы. Как вы видите, у нас действительно есть очень много различных вариантов причесок. Вы можете выбрать свой цвет. Вы можете выбрать длину. Но, кстати, самое интересное, что у нас здесь, помимо того, что, опять-таки, есть готовые варианты, вы можете нажать вот сюда и поиграться с цветами. Предлагаю сделать, наверное, вот этот вот хайлайт. Может быть, фиолетового цвета? Мне кажется, что смотрится очень даже круто. И понятное дело, что вы можете это все настраивать. Вы можете делать этот цвет более ярким, более насыщенным, а можете его слегка размыть. Помимо вот этих настроек, в игре можно также изменять длину волос. И если вам не нравится та стрижка, то вы можете выбрать вот такую. Переходим к телу. И, как вы видите, здесь тоже есть много крапочек, благодаря которым вы можете настроить тело вашего персонажа. Также вы можете настроить мускулы и вес вашего персонажа. Здесь тоже, как видите, можно поиграться. Переходим к одежде, и здесь есть очень много вариантов. Что мне очень нравится, это наличие многослойности. Вы знаете, как я иногда люблю многослойные наряды. И в этой игре вы сами можете создать многослойность. Например, у вас персонаж сейчас вот в такой вот блузочке и юпочке. А вы, например, хотите, чтобы у него еще была куртка. Чпоньк. И у него уже есть куртка. Далее я также вам хочу показать вот такие вот офигенно крутые наряды. Как вы видите, они выглядят просто нереально круто. По секрету скажу вам. У моего персонажа в летсплее вот такой вот будет наряд. И он действительно смотрится очень даже стильно. Есть еще вот такие вот, видите, яркие, сочные. Некоторые идеально подойдут, например, для выступления. А некоторые, мне кажется, идеально подойдут на каждый день. Ну и здесь у нас есть различные варианты топов. Есть рубашки, есть блузки, есть майки, есть кроп-топы. Есть даже рубашки и жилетки. Далее у нас идут различные курточки, различные пиджаки, бомберы. И, конечно же, у нас есть кожаные курточки. Я думаю, что для нашей главной героини мы подберем какую-нибудь классную кожаную куртку. Даже есть вот такие вот жилетки. Но, понятное дело, что мы их лучше будем комбинировать, например, с вот такой вот рубашкой. Мы с вами опускаемся в самый низ. И внизу у нас находятся... Давайте я вам покажу. Внизу у нас находятся вот такие вот удлиненные жилетки. Еще у нас есть сеты. Понятное дело, что у нас должны быть платьица. Есть комбинезоны и, понятное дело, что есть купальники, но пока что наши персонажи нигде плавать не могут. И, понятное дело, что у нас есть различные джинсы, шорты, юбки, спортивные штаны. В общем, все, что нужно нашему персонажу в самом начале игры. Понятное дело, что у нас есть различные носочки, у нас есть гетры, у нас есть очень много обуви. И, кстати, как вы видите, некоторую обувь можно перекрашивать. Например, вы выбираете вот такие вот туфельки, переходите вот сюда, и вы можете поиграться с цветом. Переходим к аксессуарам. Вы можете выбрать кепочку для вашего персонажа, вы можете выбрать панамку, вы можете выбрать бини. Но я думаю, что мы, наверное, не будем брать какой-то головной убор. Также вы можете выбрать очки. Можете взять прозрачные стекла, можете взять темные стекла. Также у нас есть различные украшения. У нас есть украшения на шею, еще у нас есть сережки. И, кстати, с этой прической сережки видно очень даже хорошо. У нас еще есть вот такой вот бантик, можно добавить наушники, можно вот такие вот милые ушки, можно добавить корону, ну или можно выбрать вот такой вот вариант наушников. Ну и понятное дело, что маникюр. Я предлагаю, наверное, для нее выбрать вот такие вот черные ногти. И теперь самое интересное, мы можем устроить фотосессию для нашей главной героини. Во-первых, вы можете выбрать задник, и кстати, если мне не изменяет память, по-моему, у нас не было вот такого вот варианта в моей ранней версии. Я не помню, чтобы у нас была улица. То есть вы можете разместить вашего персонажа на вот таком вот бэкграунде, на вот таком вот, на вот таком, вот таком и вот таком. И вы посмотрите, как круто все выглядит. И теперь самое интересное. Во-первых, вы можете поиграться со светом, вы можете выставить свет, как вам нравится. Вы можете повыше, пониже его разместить. И теперь вы можете перейти в фотомод и сделать офигенно крутую фотографию вашего персонажа. Можете попросить его улыбнуться, посмеяться, может он сгрустнет, а может быть он удивится, и вы можете поменять позу, можете выбрать какое-то движение, ваш персонаж может потанцевать, ну или может застыть в какой-то позе, например, вот такой. Вот и все, мой персонаж теперь находится на моей страничке и вы его можете скачать. Как видите, все делается очень просто, вы просто заходите на мою страничку, нажимаете кнопочку download и скачиваете к себе моего персонажа. Предлагаю в подобном образе создать и парнишу, и вначале давайте я вам покажу, какие у нас есть готовые варианты. Понятное дело, что мы сейчас по ним пробежимся и подберем идеальный для нас образ. Мы с вами можем, как вы видите, выбрать персонажа из огромного количества готовых персов. Слушайте, давайте возьмем вот этого вот персонажа, он мне почему-то напоминает солиста Nickelback, ставьте лайк, кто тоже считает, что у них что-то схожее есть. Сначала нам с вами нужно убрать кепочку, и понятное дело, что я хочу брать прическу, мне будет удобнее сейчас работать без волос, а затем, понятное дело, что мы их вернем. В этой игре мне очень нравится текстура кожи, мне нравится, как натурально выглядит кожа у персонажей, знаете, за это большой респект разработчикам. Так, я предлагаю выбрать, может быть, какие-нибудь длинные волосы, мне кажется, что смотреться они будут очень круто. Кстати, может быть, все-таки вот этот вариант, по-моему, он у нас и был в самом начале. Можно, конечно, взять такой, можно взять такой, можно взять хвостик, но я думаю, что вот тот вот вариантец, который я вам показывала, слушайте, это у нас вообще какой-то Геральт получается, нет. Давайте, наверное, возьмем вот этот, мне кажется, он очень стильный, только я бы хотела, наверное, потем... вот, потемнее. И, кстати, мне кажется, что брови, наверное, и борду тоже желательно потемнее. Давайте посмотрим, ну, понятное дело, что тут все у нас посветлее. Значит, это у нас потемнее, и здесь у нас тоже можно поменять усы. И, кстати, между прочим, вы можете их убрать, и у вашего персонажа будет только борода, либо же можете их вернуть на место. Переходим к одежде, и раз мы с вами создаем персонажа в подобном образе, что и у барышни, я думаю, что мы подберем для него, наверное, какую-нибудь темную футболку или рубашку. Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть вот такая вот, например, толстовка. Так, подожди, толстовку нам покажи, а не голый торс. Покажи нам, пожалуйста, толстовку. Смотрите, такая милая с котиком. Но я думаю, что милая с котиком толстовка нам не подойдет. Давайте, может, возьмем вот такую вот темную футболку. И у нас есть... По-моему, это пиджак. По-моему, это не курточка. Нам нужна либо вот такая вот черная курточка, либо у нас есть еще несколько вариантов. Видите, у нас есть вот такая вот более укороченная. И у нас есть, понятное дело, что застегнутая. Но я бы хотела взять все-таки, наверное, расстегнутый вариант. У нас есть вот такие вот еще толстовки. Есть пуховики. Но я думаю, что мы, наверное, выберем предыдущий. Наверное, возьмем вот этот вот вариантиц. И нам нужно с вами еще подобрать для него какие-то брючки. У нас, как видите, есть светлые, темные. Есть вот такие вот спортивные. Но я думаю, что он вряд ли будет в спортивных. Есть вот такие вот брючки. Но я думаю, что мы их тоже брать не будем. Как вы видите, одежда у мужских и у женских персонажей повторяется. Но, в принципе, это у нас такой вот юнисекс получается. Давайте, может быть, возьмем вот такой вот вариантиц и обувь. Слушайте, меня, в принципе, устраивают эти ботинки. Давайте, может быть, только поменяем их цвет. Мы с вами переходим вот сюда. И, как вы видите, у нас уже есть готовый вариант черный. Слушайте, но выглядит, на мой взгляд, очень-очень даже стильно. Можно добавить аксессуары. Например, можно добавить, может быть, сережки. Давайте, может быть, добавим вот такие вот сережки. Я бы хотела, правда, их сделать потемнее. Давайте более темный вариант металла. Варнишу я добавила в Canvas, и теперь вы его тоже можете скачать. Ну что, сегодня мы с вами посмотрели демо-версию игры Инзой. И как вы видите, режим создания персонажей не отличается от ранней версии. Ребят, напишите в комментариях, как вам режим создания персонажей. Вы будете скачивать эту демо-версию, и кого первого вы создадите. Ну и я буду с вами прощаться. Хорошего настроения, добра позитива, до скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok